Жаркие споры и долгие обсуждения. Очередное заседание городской думы выдалось непростым. На повестке вопросы о приватизации столовой и в ГУМ, изменения в присвоении статуса сквера и прибыль водоканала. Последнего депутата решили освободить от перечислений в бюджет города 5 миллионов рублей прибыли за 2013 год. Для того, чтобы горожане пили чистую воду, объекту нужно решить ряд важных проблем. Пришли депутаты к единому мнению и в отношении памятников. Скульптуру Дмитрия Геннадьевича Бурылина установят в сентябре в литературном сквере. А вот с маршалом Василевским придется повременить. Был вопрос жителей, и вот у меня подписи в поддержку тоже имеются, в чей час мы собрали 100 подписей. Это не те активисты, которые наши, или что-то просто с улицы. То есть поддержка, она чувствуется и чувствуется и депутат. Сегодня маршал Василевский – это фигура федерального уровня и принимает решение муниципальному органу некорректно, потому что мы можем в юрисдикцию войти в государство. Поэтому мы обратились сегодня в представительный орган законодательной власти Ивановской области, в областную думу, для того, чтобы они рассмотрели этот вопрос и нам уже дали тогда разъяснение. Если региональные власти решат, что памятник маршалу должен быть установлен в областном центре, то город возражать не будет. Напротив, готовы помочь, в том числе и финансами. Спорным оказался вопрос о присвоении звания почетный гражданин города. Изначально речь шла о кандидатуре генерального директора объединения «Консультант» Александре Иванникове. Депутаты его поддержали. Но вместе с тем выдвинули еще одного претендента – Константина Пирогова, почетного мастера спорта СССР по спортивной гимнастике. Комиссия по наградам была собрана оперативно. Мы проголосовали этот вопрос, вынесли его на Думу и была утверждена вторая кандидатура. Поэтому я думаю, что это нормальный рабочий процесс. Да, он может быть нестандартный, никак, говорят, все было прописано заранее и так далее. Поэтому мы живой орган городской думы. И то, что такое решение принято, наоборот, показывает, что городская дума открыта для принятия решения. В итоге почетных граждан будет сразу двое. Звание присвоят Константину Пирогову и Александру Иванникову. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.